У нас в поселке выделяется из бюджета порядка 6,6 миллиона рублей на содержание дорог. То есть это сумма процентов, наверное, 20 собственных доходов. Больше выделяться на эти средства, естественно, уже не может, потому что у нас есть другие обязательства социальные и так далее, зарплата. Что касается ремонта улиц, ежегодно мы участвуем в грантовых программах Красноярского края. Мы уже на протяжении 4-х лет выигрываем эти конкурсы, и там целевые деньги идут на асфальтирование. Моя задача была первая, с первых дней работы, заасфальтировать и привести в порядок, в первую очередь, автобусные маршруты. Что мы сегодня и сделали. Сейчас мы начинаем задачи, у нас идут асфальтировать дальше, то есть разгружать маршрутную сеть автобусную и так далее. Поэтому сегодня первые очередные, естественно, приоритеты у нас стоят на таких центральных улицах, которые после выполненных определенных работ будут являться магистральными. То есть мы сегодня, в частности, улица Ленина, которая уже ремонтировалась лет 50, наверное, если может быть больше, опять же выиграли грант Красноярского края на ее асфальтирование. Что касается улицы Кашурникова, у нас она стоит в программе социоэкономического развития поселка на следующий 15-й год. То есть работа мы сейчас уже ведем, там проект, смета и так далее. На следующий год при благоприятном раскладе улица Кашурникова будет заслутирована. Но я понимаю, что это микрорайон, там очень большое количество населения, поэтому там дышать пылью, естественно, никому не охота. Но что касается в целом по ремонту дорог в поселке, содержимых, полотно, видите, у нас такое шипенка, здравствуйте, шипенка, что после дождей, естественно, она становится лужей, ямкой. Поэтому приводим в соответствие, деньги я говорю, что тратятся дни маленькие. Две улицы в год у нас примерно получается делать. В этом году у нас улица Кирова, поселки и улица Ленина. То есть две улицы, которые будут именно заасфальтированы. А что касается ремонта, то, естественно, мелких ремонтов, то это по всем улицам мы делаем. Ямочный ремонт, гардирование и так далее.